Всем-всем-всем привет! Я сейчас начинаю готовить борщ. Субтитры делал DimaTorzok Так, картошечку добавила в суп. Теперь добавила уже и капусточку. Сегодня у нас день такой холодный, минус три, снег и дождь. Это просто ужас. Я хотела идти сегодня в магазин за продуктами и мне нужно было на почту, но я явно туда не пойду и всё это дело пережду. Я тут себе захотела кушать, жарю блинчики с курицей. Они у меня. Скачки погоды это, конечно, ужас. То было нормальное, знаете, там плюс... Вчера было плюс двадцать три, сегодня уже минус три по ощущениям и там плюс два, плюс три на градуснике. Но это вообще, конечно, фантастика. В такую погоду ничего не хочется. И планы на сегодняшний день, в принципе, эта погода и порушила. Сейчас покушаю, наверное, что-нибудь посмотрю. Будет видно, найду какой-нибудь фильм. Потому что вообще, честно, ничего не хочется. Хочется просто лежать и что-нибудь смотреть. Сейчас будем кушать. Не удержались. Заказали пиццу. Одну папирони двойную и какой-то чизбургер. Вот такой чизбургер мы ещё не пробовали. Но пахнет очень-очень вкусно. После вчерашнего дня у нас, конечно, шикарная сегодня погодка. Я сейчас буду завтракать. Уже заварила себе кашу. И хочу взять банан. Кашку я заварила на стеле. Поэтому сейчас буду завтракать. Меня очень радует, что погода сегодня хорошая. Я смогу сделать побольше своих дел, которые уже планирую пару дней. Решила я замариновать грудки. Потому что буду сегодня готовить. Обжаривать грудки буду или запекать, посмотрю. И макароны делать. Поэтому тут приготовила уже много специй. И, конечно, идеально было бы для меня сделать грудки в сметане. Но сметана у меня закончилась. В магазине я пойду только сегодня. Поэтому грудки у меня будут в майонезе. Так, всё. Грудки я уже порезала. Сыплю карри. Паприка у меня. Наверное, я это всё всё-таки запеку. Не буду жарить. Всё это я запеку. Паприка. И вот такая у меня специя для курицы. Я вам её показывала. Купила её недавно. Уже, кстати, ей пользовалась. В принципе, нормально. Были такие же, этой же фирмы, специи для салата и для чего-то ещё. Я не помню. Но я взяла только на скидке одну. Хотела взять для салата специю. Напишите, вы используете в салат какие-нибудь вот такие вот специи. Специи добавила. Сейчас залью майонезом. Всё это размешаю и отправляю на часа два. Буду уже к обеду. Это блюдо буду уже готовить к обеду. Поэтому надеюсь, должно получиться всё очень вкусно. и на обеде. И на обед полчаса. Я, в принципе, успею. Хочу сходить на почту. Нужно забрать перевод. И нужно ещё сходить в магазин. Не знаю, пойду сегодня, не пойду. Перевод забрать нужно точно по поводу... Ну, вообще, честно, магазин уже надо. Продукты заканчиваются. Это ж не дело. И хлеба нету, и молочка уже закончилась. Так, я уже сейчас буду запекать свою курочку. Пахнет она, конечно, очень-очень вкусно. И в идеале можно было, конечно, наверх курочки что-нибудь положить, типа помидорки, ананасиков, засыпать всё это сыром. Но у меня ничего этого нет, потому что мне нужно идти в магазин. У меня уже подзакончились продукты, поэтому... А на обед кушать что-то нужно, поэтому я просто в специях запеку курочку и поставлю сейчас макароны. Что самое главное в курочке, это её не передержать. Получается очень-очень такая сочная сейчас буду смотреть. приготовилась, то буду уже её отключать. Всё, курочку я уже отключила, но оставила в духовке, чтобы она немножко покрылась такой вот корочкой. Знаете, мне кажется, мои влоги уже можно переименовывать не влог, а какие-нибудь там, не знаю, лёгкие кулинарные рецепты или как приготовить быстро обед-ужин, потому что мой влог весь состоит в принципе из готовки. готовки разбавляю с уборкой. Класс! Хочу уже реально на улицу, хочу реально уже проветриться, хочу реально уже куда-то пойти, что-то сделать помимо дома, потому что дома я уже сделала реально абсолютно всё. Осталось только родителям отправить большую коробку с посылкой. Я, наверное, на выходных её отправлю. Это те вещи, которые я должна передать. Последние вещи, которые у меня ещё остались лишней. И сегодня я сделала заказ на вал. Перед съемом, как придёт заказ, покажу, что купила. Но я это очень хотела. И сегодня я это заказала. Вот обычное блюдо в итоге. Если кто-то кушает, приятного вам аппетита. Вышла наконец-то с дома. Сейчас пойду на почту и в магазин куплю какие-то продукты, первые необходимости, которые нужны. Сильно закупаться продуктами не буду. Погода у нас не солнечная, немножко ветреная, но на улице я бы не сказала, что холодно. Одела я капюшон, что волосы не особо разлетали. Сейчас иду на почту и потом быстро заскакиваю в магазин. Иду без маски, потому что в принципе людей на моем пути нет, поэтому смысл одевать маску. Планирую вечером смонтировать еще влог. Надеюсь, все у меня получится, все будет нормально. И какие у меня еще планы на сегодня, не знаю, может что-то еще поделаю, потому что если честно говоря, то уже так сидеть дома немножко и поднадоело. Надо чем-то себя занять. Я полностью еще сняла весь лак с ногтей и витаминный и обычный. Пусть недельку пока это на дистанционной работе ногти отдохнут, потому что без лака как бы я думаю будет им хорошо, потому что у меня еще не полностью ногтевая пластина восстановилась. Все-таки ногти постоянно подпиливали под гель-лак, поэтому хочу, чтобы ногтевая пластина полностью уже восстановилась. подпиливали и подпиливали заходила в магазин виталюр особо ничего не купила потому что там особо ничего не было и с ценами с другими магазинами там намного дороже купила вот тортик дамские пальчики сейчас кости будем пить чай и что еще взяла 3 сырочка взяла были на скидках взяла мороженое кости и свой любимый хлеб десертный и вот такой вот обычный хлеб какой-то виталюрный ячменевый и как бы все покупки хочу заказать доставку продуктов сейчас выбираю пока зашла в овощи мне уже пришла доставочка сейчас будем с вами смотреть что я заказала вот такой вот у меня чек о доставке тут яйца мне их уже принесли отдельно и тут я думаю все по разделам так это у нас грибочки но слушайте они какие-то случайно не попорченные просто у них какой-то такой налет есть не знаю а может и нормальный надо кости спросить он в этом разбирается глобус буду делать салатик и тут огурчики вот по грибам у меня есть вопросы далее я заказала филе большое филе оно запечатано в данный момент это очень удобно что магазине все-таки продавец туда лазит а тут филе такие вот запечатаны и взяла фарш куриный на сайте он был кстати нарисован по-другому ну вроде нормальный запечатанный я его разделю там было полтора килограмма килограмм двести я это все разделю перед заморозкой чтобы мне не все потом нужно было размораживать далее тут я понимаю у нас молочные продукты взяла вот такую вот свежесть взяла молочком 2 процента сметану а то творог есть сметана нет странно наверху сметаны должна быть такая штучка которая и закрывает и йогурты активе взяла 4 йогурта с различными вкусами что-то за грибочки переживаю вот такую колбасу любим очень вкусная и сыр очень удобно на бутерброды далее что у меня тут тут что-то такое легкое боже мой а что это а лед ясно думаю господи зачем не льда положили смесь компотная вот такую заказала сейчас сразу ее положу в морозилку чтобы не разморозилась и что у меня тут давайте смотреть у меня тут апельсины черри взяла на салатик ого сколько огурцов будем кушать два лимона сори что на полу это грязное не хочется поднимать так это тоже я взяла на салат морковочка ого лучок и картошечка вот это в принципе все мои покупки и весь мой заказ для тех кто живет в беларуси моя информация будет актуальная самые дешевые продукты это в магазине евро опт если вы заказываете доставку заказывайте доставку не на е доставки евро опт а доставка хит она еще более дешевле чем сам европ но там небольшое количество продуктов но все основные продукты там есть есть